Морской вокзал Сочи Ну согласитесь, какой женщине понравится, когда ее мужчина постоянно выкидывает фокусы, заливает про случайные совпадения и внушает про иллюзии. Но мои сегодняшние гости обманывают так изящно, что им просто невозможно не поверить. К тому же эти чародеи на своих фокусах очень даже неплохо зарабатывают. Сегодня в море откровений мастера превращения, волшебники и иллюзионисты Владимир Полищук и Дамир Гудвин. Я же не могу его оторвать. Ну вот так вот сделаем. А теперь подкидываем все вот так. Владимир, он потрясающий мастер карманного воровства. История, когда вы вытащили из кармана гаишника удостоверение. Давайте перемотаем эту пленку. Это не ваша карта? Нет. Никогда с фокусниками не спорьте. Никогда в жизни нет. Фрукты могут звуки издавать. Его так берете? Попробуйте. Накрой своей рукой телефон. Накрой телефон. Почему у меня не предупредили? Владимир, мое знакомство с вашим творчеством началось с видеоролика в интернете, где вы показываете фокус маленькой девочки, и она разоблачает вас на второй секунде. Это был классный день вообще. Это было у меня выступление в Крыму. Я делал мастер-класс детям. И на самом деле это не на второй секунде, это произошло через минуты две или три, когда я ей что-то там показывал, показывал. Я смотрю, что она очень смело там за руку схватила, там, там поймала, там, там, там. И мы вот вырезали самые удобные кадры, самые классные, которые получились. Получилось такое классное видео, да, оно в Инстаграме набрало миллион просмотров. Это было круто, да. Мы очень удачно спалились, так, что над нами посмеялись миллионы людей. Ну да. Вы несколько лет подряд приезжаете в Сочи на лето, то есть каждому сезону готовится новое шоу. Мы готовим каждый год новое шоу в Сочи парке, потому что мы дорожим этой площадкой и теми зрителями, которые туда приходят. Вы не представляете, в Сочи парк приходят самые, я не знаю, светлые, радостные люди, которые хотят получить удовольствие, эмоции от всех этих каруселей, качелей, от нашего шоу. Вы представляете, человек приходит к нам на шоу, появляется огромный голубой вертолет, он умеет право посидеть свою девочку, вертолет еще отлетать вместе с ней, он приземляется сюда, представляете? Ну не всегда, но бывает такое у нас. Вот как не дорожить этой площадкой? Да. Вот люди вот счастливы. Собственно, когда бабушка на вертолете взлетает, внучка, а, переживает. Вот мы еще фотографируем, бомба. Мы просто сделали, еще один 12-тонник родили. Вот в том году приехал в Сочи, мы приехали на одном 12-тоннике, а в этом на двух. На одном Дамир ехал, на одном я, мы вдвоем ехали на двух 12-тонниках сюда. Ну то есть программа в два раза больше, круче, у нас было время подготовиться, мы в прошлом году проанализировали все наши ошибки и в этом, ну все. У нас там, представляете, человек летит в воздухе, вот прям в воздухе исчезает и появляется вот где угодно, представляете? Руку так вашу можно? Да. Так, верно? Лучше вот оттуда. Мы сейчас сделаем фотографию. Фотографию моей руки? Именно так. Есть. Это дополненная реальность, смотрите. Видно, не видно? Монна, смотри, что уложит. Паук. Видно паука? Дополненная реальность, смотри. Тихо, 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 тихо. Обратно-обратно смотри сюда. Посмотри. Ползает. Теперь накрой свою руку телефон. Накрой телефон. да мир вообще-то человек который в нашей программе вот этот вертолет ведь представляете вот приходит наверно собери вертолет ну там отдельно кабина приходит потом хвосты все это надо собрать муж не можем его таким огромным завести в парк как он есть нам его надо собрать как это сделать вот через мозги вот этого фокусника он на своими глаза закрыли вертолет открываем глаза он уже собраны представляет вот он так работает человек победитель шоу удиви меня да и наверняка вы не знаете еще эту фишку может быть вы не подготовлены в этом вы же просто не знаете этого никто не знает в это были бы подготовлены но парень из еж королы вы представляете глушь еж корола далеко он еще в деревне живет еж короля поэтому я говорю глушь и вот он приезжает в москву у него в кармане колода карт и монетки и все и больше ничего нет а на арене соревнуются мальчики там у которым папа может дать полмиллиона рублей на фокус и на сынок пускай у тебя хорошее шоу в эфире будет и они все стали бороться за это первое место за то чтобы полететь в лас-вегас дэвиду копперфильду на концерт и просто приезжает парень у которого в кармане колода карт и монетки и он взял в магазине извини можно я тебя сдам пожалуйста это важно он пошел взял в прокат шляпу него денег не было на костюм он взял в прокат он и даже не купил он заплатил монетки к что там было у него в кармане за шляпу с другими монетками он номер построил все и он благодаря вот этим и своему оригинальному очень мышлению он выиграл первое место у всех этих людей которые были там заряжены реквизитами еще раз повторюсь деньгами человек занимает первое место и летит к дэвиду копперфильду на концерт так все-таки встреча с дэвидом копперфильдом состоялась да это как увидеть вини-пуха вживую то есть за это он его так увидел он давид копперфильд увидел до мира и понял какой вини-пух у нас в мультиках ты про это нет на то что увидишь легенду то есть человек которого знает весь мир который ну просто гуру вот действительно человек который сделал магию современную и вот он перед тобой стоит живой сначала мне со сцены просто руку дал питью него так в конце шоу я в руку даю мне то есть это уже был шок обменивались опытом мы с ним да да потом уже когда встретились ну просто невероятно все в живую вижу он нормальный человек не скажешь что это там что-то летает статуя свободы него исчезла вот вот как мы вам нравится фильмы типа иллюзия обмана на знаете тебе нравится как художественный фильм да прикольно но касается фокусов что касается фокусов все неправильно но что касаемо вот сюжет это единственный фильм который мне нравится вот из всех тех где там напоминает про про фокус еще про что-то больше выдумок но очень прикольный фильм но мне больше всего нравится бриллиантовая рука вот здесь памятничек это мой любимый фильм они вот он здесь и снимался и мы сейчас тут снимаемся прекрасно да мир я знаю что вы недавно вернулись с форума иллюзионистов расскажите что это вообще за мероприятие я знаю экономический форум медицинский форум но что из себя представляет форум иллюзионистов тусовка вот собираются фокусники со всей страны общаются секреты друг другу какие-то раскрыты раскрывают до реквизитом обмениваются но по большому счету это вот именно общение потому что фокусников вот мало в одном городе дай бог один фокусник есть а тут или собираются все вместе тусятку ранее дай бог 5 5 это уже много это конкуренция процесс создания фокусов это же невероятно сложно каждый раз придумывать какие-то новые формы и постоянно удивлять зрителей но это у вас происходит ну как происходит вот сидим мы общаемся с красивой очень ведущей кристиной в сочи представлять возле я и думаем как кристину удивить смотрим вот очень много здесь фруктов вот виноградинка да вот ты думаешь вот никто же не даже не догадывается что фрукты могут звуки издавать вы же этого не знаете нет смотрите вот так берете попробовать что просто вот просто элементарно потрогать и серьезно да 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 ну вот вот смело от клубничка это работает с клубничкой вот с этой нет а вот а вот это да вот да вот это будет проверим он давать не на репетировать немножко вот с этой вот нет ну еще бывает вот вы ее скушаете вас потом животики пищать будет вот вот так можно еще так может работать в конце программы проверим вот это реально сейчас я буду залезать тебе в голову ты готова это еще хуже чем паук твоя задача взять кубик отвернуться от нас показать свою прекрасную фигуру посмотреть на яхту молодец подожди но с кубиком ты берешь кубик запоминаешь цифру которая смотрит на тебя вот и запомнила двойку накрыла и смотришь на нас договорились бери отворачивайся отворачивайся ребят мы кияне я не подсматриваю вы видите я колду и подожди да 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 колду баба колду дед это да накрыла теперь накрыла нет подожди ты без шуток только давай психологически попробую предположить я сейчас наверное не угадаю через счет ты будешь ты будешь сейчас просто там сопротивляться но я так понимаю что если ты накрыла что если ты там думаешь что ага он фокусник он должен если не было 5 значит он загадать должен противоположную сторону типа один то так со мной не пройдет и поэтому я выберу 6 смотрите заканчивается курортный сезон заканчивается ваше шоу в сочи что дальше куда вы едете что вы делаете как проводите оставшиеся полгода ну наверное на месяцочек мы возьмем отпуск а вообще у нас очень много уже концертов ноябрь декабрь январь евро дивана нет не корпоративы концерты это связано с детской мечтой это связано с тем что я хочу и до мир мы хотим быть артистами на сцене ничего плохого нет ресторанах ничего плохого нет корпоративах но я считаю что это корпоративы для артиста это раковая опухоль на самом деле когда я приезжаю на разные тусовки и слышу корпоративы корпоративы а сколько тебе сколько ты сейчас стоишь но я у меня в голове вот сразу ну как как пирожок как это пельмени и забудь тарелка борис а сколько ты стоишь а сколько там да есть ты артист у тебя должна быть цена билета во что бы то ни стало иди есть дома культуры и есть в города мне же не стыдно ехать в города в любой город приехать как здрасте вот я вот моя фиша вот мои награды вот мое все я хочу сдать концерт вашем городе мне же это не стыдно сделать и а у всех вот сколько ты стоишь а почем давайте сделаем трюк приготовим для невесты от я захочу сейчас за себе заказать номер какой-то класс чтоб невеста исчезла а жених он же ее любит и там сердцем чтобы вот так и все жених невеста жених невеста жених невеста все чеку потом 20 лет 30 40 жених невеста потом этот рынок нам рушится падает у людей нет денег на свадьбу сидят думают что делать а у них только жених невест и это хорошо потому что мы выбрали сложный путь а как известно на сложном пути меньше всего конкуренции даже бывает съезд иллюзионистов хороший парень фокусник не хочу говорить фамилию нормально я его уважаю как артиста все и его уважают очень много людей он выходит проводить семинары громко говорит ребят ну давайте смотреть правде в глаза мы все аниматоры и в этот момент из тех двести или триста человек я просто меня не было на этом на этом конгрессе я видел тоже видео ну видео мы же аниматоры все мы аниматоры и никто из вообще артиста кто там сидел он не сказал такой фразы ребят ну я не аниматор и самое что и грустное наверное для меня что все принимают на себя вот эту аниматорскую какую-то энергию и идут по этому пути с одной стороны это грустно с точки зрения творчества а с другой стороны это очень хорошо еще раз повторюсь потому что на нашей дороге получается пока что путь открыт ваш самый дорогой фокус который мы приобрели это наверное вертолет да он стоит как вертолет до стоит больше ста тысяч долларов купили мы его очень известного май мастера этот мастер делает реквизит дэвиду копперфильду майк 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 майерс да все у нас с ними связь напрямую когда я выиграл merlin awards вот эта вот награда была у меня в 2013 году который к оскару приравнивается ее мне вручал крестный отец копперфильда и с тех пор я вышел с ними на связь они но обратили внимание все мне к ним есть такой как бы алё здравствуйте они меня хеллоу по-русскому даже понимают фокусы которыми вы гордитесь да я ничем не горжусь не знаю вот ты гордишься нет я знаю вот владимир он потрясающий мастер карманного воровства то есть воровство это звучит как бы не очень хорошо но вот сценическое воровство это очень сложно когда он выходит человек на сцену он обчищает карманы с ног снуят галстуки ремни кошельки телефоны все это на глазах у зрителей а человек который стоит этого не замечает это вот высший уровень на самом деле ловкости рук в россии им практически никто не владеет в том как бы самый крутой мастер в этом считается не ну это жизнь заставила научиться ну да кстати как у вас с криминальным миром отношения не ну я его покинул он его покинул и четки остались четки остались да но я его покинул нет но я в лет когда я встретил своего мастера виктора добровольского я дал себе слово и и в храме священнику слова дал и себе и всем что больше моей руки за пределами сцены но за пределами шоу в кармане у человека не будет и я уйду там но были разные компании спорт все-таки немножечко я вы же знаете я занимался там боксировал да выступал на соревнованиях на международных турнирах ну и понятно что а в то время это конец 90-х двухтысячные года ну все жили наверное одной энергией какой-то интересное очень вы же сами понимаете и естественно захватила какая-то волна хулиганская всех тех кто был немножко посмелее ну и так получалось что я совершенно случайно тоже был в этих крупную как в этом общении тех кто но что-то делали резкие какие-то истории но я все оставил абсолютно всех ушел своей компании объяснил что все ребят давайте ставим точку больше такого продолжаться не может все история когда вы вытащили из кармана гаишника удостоверение да у него правда была нормальная реакция нет я вытащил там 2 гришник помог эту нормальную реакцию потом сделать я вытащил под это я ехал в общем на выступление поставить меня гаишник я сразу за ребят ну зачем вы меня остановить ну но он говорит там туда-сюда я смотрю у него так небрежно удостоверение торчит но я так вышел из машины так резко ну резкость я сделал можно немножко секрет раскрою да резко движение сделал специально чтобы так ну в его глазах замельтешить а сам хоп удостоверение у него вытащил ну с ним разговариваем разговариваем и ну ладно давай так вот вы меня сейчас свое удостоверение я вам свои права вышли не предоставлю не показали уж сейчас нарушаете закон да ради бога оп 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 нет удостоверений да знаете вот я только что вышел из машины на полу вас вот удостоверение ваша решать я поднял все ты кто тогда ребят фокусник все он сначала хотел быть злым а второй начал с этой истории смеяться они потом наверняка в бане друг другу это все рассказывали да и в общем меня отпустили уже со всеми помирились там такое было разочек да вы также в одном из интервью говорили что можете сейчас обыграть любое казино знаете я вам скажу честно я если говорил такое в интервью наверное это было с юмором да потому что везде работает свой специалист невозможно от и выиграть у вора невозможно выиграть у еще у кого-то невозможно выиграть у каталы и невозможно выиграть у фокусников смотря по каким правилам ты играешь и где и с кем не можно конечно там перемешать колоду я же попал в книгу рекордов гиннес именно с этим я колоду карт собрал там за 20 секунд по мостям ее можно собрать и не видно и невидным способом и никто не заметит и крупье не поймет то смешаю колоду не мешаю не поймет потому что у меня мои фишки он их не знает и за счет того что он их не знает и не поймет а если он будет их знать он поймет но мои фишки вряд ли он будет знать, потому что они авторские, как перемешивать колоду, как ее удержать от первой до последней карты и так далее. И что, вы этим ни разу не пользовались здесь хотя бы? Нет, с 2003 года я этим ни разу не пользовался и пользоваться не буду. Я это могу показать по телевизору, в эфире и так далее. Своим прекрасным маникюром покажите на любую картишку. Да, 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 на любую. На какую? Да, на какую? Ну, на вот эту. Запомните и покажите ее в кадр. Вот она. Все, отлично. Теперь смотрите внимательно, карта ваша оказывается в серединке. Так, коробочка, смотрите, коробочка, видно коробочку? Я прячу карты в коробочку. Ничего же не произошло, я не достал отсюда вашу карту, ничего не произошло, верно? Подержите в руках. Вы сейчас будете реально удивлены, что вашу карту я достану из своей сумочки. Да ладно? Чистая правда. Вы скажете да или нет? Договорились? Ну как? Нет. Как нет? Нет. Спорим она? Нет. Спорим она? На поцелуй. В щечку. Я, да, хорошо. Я хотела сказать, что я замуж. Я тоже жена. Но это не ваша карта? Нет. Никогда с фокусниками не спорьте, никогда в жизни не надо спорить с иллюзионистами. Теперь ваша карта? Это моя карта, правда. Можно? Да, можно. И поцелуй. Артем, это не то, о чем ты подумал. Я все объясню. Артем! Артем! Ничего не было. Артем! Артем! Спать! Почему в нашей стране сейчас более-менее раскручены среди фокусников братья Сафроновы? Они молодцы. Они попали сразу на ТВ. Вот в чем наша проблема? У меня нету имени, у Дамира нету имени. Хотя он где-то был на ТВ, я тоже. Мы делаем титаническую работу. Но мы ее делаем не в медиапространстве, к сожалению. И получается, у нас очень высокий уровень, вообще, процент исполнения очень высокий. Но вы приедете, вы поймете. А медийности нет. Потому что мы эту работу делаем не в медиапространстве. Мы не находимся в Москве, мы там постоянно не живем, мы не находимся в этом телевизоре и так далее. Вот в этом есть основная наша проблема. Братья Сафроновы, еще кто-то. Я знаю, что после всех этих программ мы выйдем, и мы будем смотреться не хуже. В этом я уверен на 200%. Поэтому ребята молодцы. Братья Сафроновы, они любую фокусы не показывают, там с пальчиком, я не знаю, что угодно. Кого-то там сожгли, подожгли. Телек. Все смотрят, у них появилось имя и все. Нормальные ребята. Я только одного не понял, зачем они раскрывали секреты фокусов. Вот этого я не понял. Просто по-человечески не понял. Причем они эти фокусы не придумывали. Даже если бы они их придумали и раскрыли, ну, бог с ним, да. Придумали фокус, запатентовали его и раскрыли. Ну, молодцы, спасибо. Все будут знать. Но они же чужие. Но я знаю, что на эту тему, так, издалека знаю, что они сами потом прошло время и думали, что они зря этот проект замутили. Вот. Я тоже так понимаю, знаю, что они так думают. Ну, вот только вот этот момент. А так, нормальные ребята. Жена одного из братьев Сафроновых работает ассистенткой в их труппе. Скажите, вот кто-то из ваших родных задействован в вашем шоу? Да, конечно, все работаем. У нас сотрудники все работают. Супруга раньше работала, с ней начинал. А сейчас она у нас директор. Она у нас отвечает за налоговые, за контракты, за все, за все, за все, за все. За деньги, в общем. Отвечает у меня супруга. Не, ну, что за деньги сразу? Что за деньги? За документы. За документы. Эфир нашей программы подошел к концу и в завершении все наши гости делятся с телезрителями какой-нибудь историей из прошлого или событием из ближайшего будущего, о котором они еще никому и никогда не рассказывали. Какой-то эксклюзивный факт из своей жизни? Пожалуй, на этот вопрос первый будет отвечать Дамир. Дамир, скажите, Гудвин – это ваша настоящая фамилия? Нет. Псевдоним. А какая ваша настоящая фамилия? Настоящая фамилия ее никто никогда не запомнит и даже не воспроизведет, она очень сложная. Нормальная у тебя фамилия? Ивановка. Нет, Сидоров. Да нет, ну такая сложная татарская фамилия, то есть ее сложно запомнить. Тантрнбеков Маджихетович. Ну, вообще, часто иллюзионисты берут себе псевдонимы, вот почему вы же себе не взяли какой-то… Я себе брал кучу псевдонимов, это вы даже не представляете. Так, я об этом не знаю. Чика. Боже мой, да, ну извините, это в школе, но вы думали, как? Балконский, Ветер, Владимир и Ветер, я не знаю, что угодно бы придумать. И я, короче, не знаю, это кошмар, что происходит. И один парень сказал, у тебя есть проблемы. Я говорю, какая? У тебя сильное имя. Владимир. Я подумал, да, Владимир. А после Владимира уже… Только Путин звучит. Все, понимаете? Другая фамилия после Владимира не звучит вообще никакая. Единственная подходящая фамилия, но она не к нашему жанру, к сожалению. Да вот, ну все, поэтому Владимир по лещу. Спасибо вам большое за интервью. Вы смотрели программу «Море откровений», увидимся или не увидимся. Ну что, магия? У нас сейчас что-то задумали и они будут меня разводить. Я типа поведусь на все эти вот эти фокусы. Ну так, как делать? Ну в смысле я же не могу его оторвать. Ну вот так вот сделаем. Вот так? Да, теперь подкидываем все вот так, подкидываем. Кристина, передача подходит к концу. Как ты понимаешь? Да. И помнишь, что ты ела ту самую клубничку? Я никогда не шучу. Морской вокзал в Сочи. Центр культурных событий и мировых тенденций. Галерея красоты и моды в бутиках Гуччи Этро Макс Мара. Элитный мужской мир Верменеджильда Зенья. Парфюмерия и косметика в артикле. Ценителем традиций часы в сублим. Семейные завтраки, деловые обеды и званные ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи. Войково-1. История морского города в деталях и вкусах. Салон красоты Шансу. Индивидуальный стиль клиентов. Эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. Шансу. Город Сочи. Улица Советская, 42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова